Всем привет, ребята! И сегодня у меня влог с турнира в Канаде. Я уже оделась. Это получается, что турнир этот, он в Ниагаре. Вот, поэтому мы должны будем ехать два часа туда. Мы вышли пораньше, сейчас у нас шесть часов. Надеюсь, мы успеем. Мы там должны быть чуть-чуть, прям чуть-чуть раньше в десяти. Примерно в десять. Ну, там выход в двенадцать, но нам сказали прийти в десять, поэтому мы сейчас поедем в десять. Вот, такие вот дела. А я вам сниму очень классный влог. Я очень долго ждала этот турнир, и можно сказать, что только ради этого приехала в Канаду. Вот, а так для этого влога с дороги я снимала много видео, но решила, что все вставлять не буду, потому что, ну, затянется. Я не хочу долго тянуть, я хочу сразу вам все показать. Мы сейчас приехали, вот, и мы сейчас зашли в магазин, который у них тут. У-ху! Здесь много чего есть. Взяли кепку, и вот такие вот мячи, там четыре коробки по три штуки. Очень-очень классно. Уно, кстати, тоже с нами, и вот я. Сейчас... Нет, обувь поменяю, все нормально. Мне сказали подойти к двенадцати грём, потому что моя команда выходит в Днадцать, и там они дали мне подарочки. Первая, это вот такая штука, это вот такая штука. Это вот иногда крошка в Днадцать, если он выйдет там, не улыбный. Вот, и с этой штучкой тут еще идет, также магнит. Тоже вы его... Он вам нужен будет в нагнете. О-о-о, сейчас я его застроила, но... Дальше. Вот такая вот штука. Рукорненькая. Далее. Шапки на зиму. Будет тепло. И такую вот штуку дали. Вот, мы уже подошли. Сюда вот, нам сейчас что-то должно выдать. Ждем. Здесь вот. Найка все такое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как с ним ходить? Извините меня. Мизуна. Кстати, у меня клюшки от мизина. Хвастаюсь мощно. Вот. Такие дела. Мама сейчас возьмет себе кар. А я? А я иду к Тибаксу. Вот. Сама катаю свой бэк. Вот. Пообещала всем Старбакс, если я сыграю хорошо. Я пообещала всем Старбакс за свой счет. Так что фанатов у меня много, болельщиков тоже. А тут мы все знакомимся, то есть игроки знакомятся между собой. Нам тут также рассказывают о правилах игры, желают нам удачи и дают скорб-карты. А потом вы все между собой обмениваетесь этими скорб-картами. Если вам попалась чья-то скорб-карта, значит вы должны следить за игрой вот этого вот человека. Сейчас скобка арта у вас, и также следить за своей игрой и считать удары. Немножечко это сложно, но вольф вот такой вот спорт. Вот тут и открывается игра на первом поле. Дальше все игроки сами по себе играют до 18-го поля. Представляете? Пешком это все. Вот мы уже на грине, и я думаю, что это тот самый момент, когда я вам должна рассказать о грубых нарушениях правил этикета гольфа. То есть, что считается этикетом, а что считается сильным-сильным неуважением к участнику. Первое, это молчание. Если вы молчите, когда какой-либо игрок делает какой-либо удар, это значит, что вы молчите и не нарушаете никаких правил. А если же вы не молчите, то советую вам молчать, потому что за это есть штраф. И да, как вы уже поняли, когда кто-либо делает удар, нужно молчать, чтобы не получить штраф. Второе правило, если вы на грине и сразу маркируете свой мяч, это значит, что вы просто реально супер молчина. А если вы не маркируете и ждете, пока вам кто-либо это скажет, или даже не маркируете, если говорят, это считается тоже очень сильным нарушением правила этикета. Не делайте так. И третье, если вы не нажимаете на чью-либо линию удара, вы просто молчина. Плюс уважение вам. А если вам без разницы, вы ходите как хотите, это уже минус этикет, потому что так делать нельзя. Если кто не понял, то линия удара это когда у кого-либо стоит мяч или маркер, то у него скорее всего уши есть в голове линия удара. И если вы переходите эту линию удара, то это считается нарушением. Что можно делать в таких случаях? Можно обходить или же перешагивать. И самое главное, просто помните, что если вы нарушаете какое-либо правило этикета гольфа, то вам за это дается штраф в виде плюс нескольких ударов. А в гольфе нужно сделать меньше всего ударов. Так что, ребятки, живите мирно и правильно играйте в гольф. Так что, ребятки, живите мирно и нескольких ударов. Так что, ребятки, живите мирно и нескольких ударов. Так что, ребятки, живите мирно и нескольких ударов. вот я конечно немножечко переволновалась немножечко разозлилась но в целом игра шла очень даже неплохо могу сказать хорошо вот У нас все составит поле, тележку маме за меня таскать не разрешаются, ну да заставить я тут не рассталась вначале, вначале мы не знали, вот, игра у меня идет, не спрашивайте меня про это, вот, и все, мы сейчас будем весь раз полить, но мы только на шестом, сейчас у меня мяч, походу, очень хорошо прокатился, У меня здесь есть пиода и я нанял дома. Мне просто не надо идти на мейдиган даречка. О, конечно, я зная. Блин, как я покажу здесь в полу. Я позвонил меня, когда сам подбирал и прощался с нее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Группа поддержки АМС Субтитры сделал DimaTorzok 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 Устала, конечно, но... Ну уж. Ладно. А тут мы уже подводим итоги. То есть считаем удары. Конечно, все удары у нас написаны в скорбь-картах. Но при этом у кого-то может быть неправильно. Кто-то там не то посчитал. Поэтому это тоже нужно обязательно проверить. Также мы тут именно уже обмениваемся обратно. То есть каждый получает свою скорбь-карту. Например, я заполняла скорбь-карту другой девочке. Я ее возвращаю. А она возвращает мне мою. И я проверяю, как считала она. Кстати, это был двухдневный турнир. Поэтому сегодня был первый день, первый раунд. А завтра будет второй день и второй раунд. Ребята, ой, ой-ой-ой. Вот так и заканчиваются мои 18 полей. Завтра тоже приду. Завтра к 12 уже так рано не надо. Спасибо большое всем за просмотр. Не забудьте подписаться, поставить лайк. И, конечно же, прокомментировать. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok